так сыграть надо партеечку 2266 год пару дней не играл так что надо вспомнить что тут вообще происходит так значит бездействующие лидеры а как она бездействует и все на в совете он не заседает или что-то поменялось в правительстве вот она сидит а подожди без золотые уста а там какая правительство лидеры вы золотые уста вот она государственный министр чё надо сидит и сидит у нее нету перков на планету так что какой смысл пускай сидит незанятая курица так это министр обороны у него чё вид деятель а это черты лидера вместимость вот или 15 процентов он у меня наверно был прирост опыта армии кстати круто чё там в правительстве нас кто сидит и место кстати расширение надо брать министр обороны это кто а подожди это он и сидит стратег министр возвышения чиновник прирост поселения пища ладно короче закрыть тут чем выборы совета сообщество о чем мы регулируемый рост а это чё совет на каникулу хочу надо то короче лесом звездные действия гиперретранслятор может создать ускорение или пускай копится 1100 пускай копится так действия лесом ячейки вот насчет этого сакральные миры короче я так понял сакральный мир это планета которая не колонизирована и а для чего она нужна чтобы производство единство в соответствии освещенных миров я так и не понял ее потом надо колонизировать и не надо значит аркологический проект даст нам вроде как самую лучшую планету самый лучший вид планеты повышая насчет жилье производства ресурсов рост поселений и открывает особые аркологические районы но при этом природные ресурсы планеты становятся недоступными что мешает любому дальнейшему строительству энергетических горнодобывающих и сельскохозяйственных районов надо создать попробовать я решил отказаться от защитника галактики и брать значит проекты как экологические чудеса и колосс что у нас там еще есть такое но это все недостойная враг галактики тоже нам не надо управление погодой не токсикация это менять токсичные планеты совместимость нам тоже не надо рожденный в пустоте это орбитальное поселение общая судьба не надо ученых нам не надо соперник гения с они пустоты меняющие миры вот тут как бы меняющие миры позволяет нам превращать планеты в идеальные миры тоже здраво может быть и это взять не знаю владыка войны 1 аркологический проект оставим будем ждать его так чё у нас по ресурсам ага надо потратить немножко артефактов так получаем иди дожди нет не получаем пока технология хотя исследуемые нами артефакты не привели к немедленному прорыву они ускоряют исследование во всех областях загадочные знания на пять лет об исследовании плюс 10 процентов это круто мирного военного принято мирного так увлечение древностью счастье добавляет содержание поселений товары массового спроса у нас кстати он плюс 11 всего использование благ но и вот это хотя нет давай на благо так разнообразие ну продавать мы их не будем так и чего нас активировано сейчас умникодекс потом будем эту штуку редки реагировали это активировать так чё по планетам вообще у нас делается где так корабли по планетам пройдемся тут значит строительство идет занятость есть тут тоже в райончике последние строятся кстати благо жилье есть нормально так колония один тоже все строится я по моему перед выходом с прошлой партии все это по наставил строится как и здесь реликтовый мир вот тут надо чтобы занятость была я сюда на переселял всякие расы жилья маловато районы там в очереди стоят значит нормально будет так тогда строители что может гиперретранслятора взять построить ладно пока я думаю не надо так чё с флотом у нас флот вот у нас где-то здесь ага у нас сейчас идет задача так этот чё раскопочное место строит станции здесь строит добывающую этот изучать идет эту систему так нет приказов на строим репстрой 2 где быстро они тут захватили все прошу раскопки тут закончились так на и куда его отправить 135 строить не строить надо подумать чё у нас поважнее есть так тут не изучены системы вот там раскопки есть так где-то вот сюда строим потому что раскопки это важно так теперь научные сколько у меня их раз два три четыре пять шесть все правильно так первые автоматическое исследование 6 автоматическое найденыш нет приказов наверно аномалия изучал автоматическое нажимаем эти три автоматическое пускай будут так этот наверно а да этот у нас археолог изучает систему будет проводить раскопки этот проводит раскопки из покрово как они называются там цель видна с орбиты и иной идет куда идет разлом что ли какой-то изучать или что вот разлом здесь такой у него путь какой-то странный надо ладно так где-то какой-то корабль это что вот облака а а мы приехали его уничтожать давай так потенциал достигнут загадки покрова слишком чужды нам но мы и исполнитель желаний стали ближе куда бы мы не шли и он всегда с нами словно смутная мысль в создании в сознании и его сила просачивается в нашу реальность через трещины в нашей душе содержание поселения плюс 25 процентов и ресурсы 10 вот тебе и на так о титаны это мы сейчас колоссы сможем изучить металл это мы будем мега проектирование еще надо титаны изучаем отлично то что я ждал систему кстати изучить надо встреча так первый контакт произошел с кем-то так назначаем парящие объекты так это у нас чё найденыш доучит систему надо будет чтобы так раскопки начал приказ отменен так изучили здесь так аномалии нету так создание галактического совета члены галактического совета проголосовали за учреждения галактического совета члена сообщества значит участие в этой влиятельной организации будет ограничено представителями трех самых сильных и влиятельных государств входящих в состав сообщества до следующих выборов ими будут реп армониканское звездное содружество и вода члены галактического совета обязались возглавить галактическое сообщество и обеспечить безопасность его участников расширенные полномочия членов совета позволяют им миновать бюрократические процедуры часто затрудняющие принятие решения в крупных политических организациях конец там мы сможем добиться конкретных целей так какую изучили вот это так быстренько строим базу потом сюда добывающие но этот раскопки начнет вести как только форпост построит так тут ничего страшного нету нормально все а тут будет какая-то так физику выбираем шифровка щиты научные станции давай выберем уже станцию нас прилично или врата пока не надо пришелец во льду после нашего последнего прорыва в области клонирования наши ученые достали из хранилища инопланетной днк представителя предположительно вымершие расы найденного внутри глыбы льда отдел давно мечтал воссоздать этот таинственный организм и теперь эта мечта стала реальностью благодаря чуду науки дайте добро конечно так погоди ка аномалии две штуки аж на так журнал чё на за проект о орбите ученые это где так как какие у нас тут ближайшие научные корабли чуть не видать так это раскопки делает три штуки тут и где-то еще один а в разломе наверно ладно пускай подождет тогда так обнаружено космическая цивилизация отлично это что так изучил систему то же самое давай-ка аномалии одна штука тут не изученного прилично еще входящее сообщение о налетчики что мы им дадим еще минералы 2 минералы забирай и сиди спокойно так физика о омега синхронизация давай дальше научные станции пускай улучшаются чужие ков шум из смеси устрашающего грохота и чего-то похожего на лязг металла металл продолжался несколько минут периодически грохот прерывали звуки воя от которых всех слушателей бросала в дрожь когда посол лиматара подумала что звуки наконец прекратились они начались вновь с куда большей громкостью с дрожью в конечностях она отключила передатчик а затем повернулась к собравшимся офицерам часть из которых попряталась за спинками кресел это было что-то сказала она слабым голосом трудно представить что раса издающие подобные звуки может быть не враждебной офицеры уже опасаются худшего и полагает что война неизбежно однако более рассудительные предлагают подождать и посмотреть что предпринут предпримут чужие ков так не виноваты что у них такой голос это испытание ответьте ему гружающими звуками так мы должны по-любому готовиться надо будем готовы подготовка к войне милитаризм скорость строительства кораблей нет давай вот так звуками и захерачим враждебность при первом контакте очевидно наш ответ пришелся им не по нраву чужие ков быстро отвечают быстро и агрессивно открыв огонь по нашим кораблям похоже нам предстоит сражение где эти уроды отряд смотрителей робот-мусорщик это ладно еще так а где они были он где-то здесь чужие ков а мы хлопнем сейчас наверно я придем этих еще хлопнем так ладно зона а согласно первоначальным данным ведущий ученый вынос перфект подтверждает что кроме единичных руин видимых с орбиты других следов поселений на планете абдрат 2 нет не обнаружено к сожалению изучение этих сооружений мало что дало экипажу корабля и будь 6 на планете абдрат лишены любых других следов разумной жизни есть участок где-то в 13 километров названный зоной а где можно найти остатки зданий зона усеяна артефактами со странными свойствами от мелких генераторов силового поля до вязких жидкостей которые прожигают сталь и расширяются со временем еще более необычно что вся зона вызывает у ее посетителей глубокое чувство удовлетворения несмотря на опасность которую часто представляют таинственные объекты находящиеся в ней вы нас перфект выдвигает рабочую теорию что в прошлом эту планету посетили посетила какая-то освоившая космос цивилизация и оставила после себя эти объекты хотя кто они были зачем сюда прибыли и почему улетели так и неизвестно ухты единство исследования так у него еще там аномалия еще прилетим хлопком этих дураков 7000 ничего так так давай-ка прям в бой так сказать социальный эксперимент в атмосфере планеты пола оролин 3 была обнаружена небольшая дрейфующая колония очевидно она была самодостаточной и состояла из особей различных рас вполне возможно что эта колония была частью социального эксперимента затеянного несколько веков назад в результате которого колонисты перебили друг друга мы ска скачали всю информацию которую удалось добыть из местных баз данных так приказов нет автоматическое изучение так что там у нас базу построил так потом сюда потом удфор пост так а ты у меня археолог раскоп очки так физика так ремесленник производствует надо кстати говоря ребуч один насчет отдыхает так я тут что-то боялся что они типа нападут ладно там увертливость все равно прокачана попробуем поизучать систему волки бури о нужно спасти корабль ух ты последнее сообщение от корабля ребуч 6 представляло собой лишь фоновый шум команда изучала необычный шторм в мире обдрат 7 и предварительные ответы вызвали немалый интерес буря отреагировала на высланные зонды создав вокруг них участки вакуума а затем постепенно поглотила их перед тем как мы потеряли связь экипаж корабля ребуч 6 планировал просканировать бурю в различных частотах похоже что научный корабль оказался втянут внутрь газового гиганта и перестал подавать какие-либо так спасти добавить исследования нет конечно спасать надо и спасать будет у нас где он кстати он так найден же где-то здесь рядом где-то где-то он же где-то был здесь журнал так вот он проект это у нас тут чё ребуч 6 ближе всего конечно этот к нему так давай бросай короче иди спасать пускай лучше этот рискует ученый дождя оченого переместиться сюда давай перемещайся быстренько причем это кто у нас а это священное кто-то кого-то оскорбил гнусность органической физиологии общеизвестно реп но ваша особенно достойной ликвидации ах ты ушлю пока надо пищу где-то срочно нажать а то будет сейчас где мы пищу можем сделать на вот этом мире а тут районов вообще нету на пищу так физиком маскировочные поля давай поизучаем так что это разлом микро вселенная что-то интересное едва пройдя через разлом наша сфера вдруг резко ускорилась невероятная сила тяготяния этой вселенной не оставила нам возможности уйти спустя несколько неприятных минут опасно разогнавшийся сфера остановилась и повисла среди скопления звездных систем настолько плотного что даже наши относительно маломощные датчики смогли определить его границы насколько мы понимаем только они и составляют эту вселенную первичный осмотр также подтвердил наличие здесь большого количества темной материи более того ее масса постоянно увеличивается а вместе с ней усиливается игры ты гравитационные воздействия о 100 темной материи раскопки дальше так о цель видна с орбиты несмотря на невероятную абстрактность узоры на поверхности головоломки оказались созвездиями это не было вполне очевидным потому что точка наблюдения в которой мы сделали в которой были сделаны эти изображения созвездий находится как ни странно за пределами нашей галактики как только мы это поняли открыть коробку стало просто она оказалась картой как только головоломка была решена на корабле на коробке высветилось географическое изображение ближайшей звездной системы и особое внимание было уделено конкретному месту во внешнем поясе наблюдения за этой точкой выявили необычно плотное скопление каменистых обломков некоторые размером с континент при изучении выяснилось что это фрагменты целой планеты которая была каким-то образом уничтожена много тысячелетий назад чтобы здесь не было раньше и чтобы не вдохновило на создание величественного сооружения указывающего путь ничего этого уже давно нет досадно тысяча минералов древнее замедляющее поле не ну классно так а тут так это то же самое надо закрыть так и меня интересует так станция бастион улучшаем и сооружение под построим надо вообще все станции пройти по улучшать политика так бастион улучшаем а где они у нас вот и корабли верфи верфи цитадель так бастион так это у нас где колонии ракорон я не помню что там а там досветовая цивилизация была так тут уже улучшается и фланг все улучшаем так а это что тоже улучшаем так так на спасение идет этот исследует здесь все нормально так расширение совета программу пока что выберем новую счастье стабильность стабильность возьмем уж пригодится так и здесь мы возьмем лорд-канцлер так прирост опыта так ну давай рассказчика возьмем кого посадим туда то у нас там ученый командир надо кого-то выбрать так лидеры так министр обороны где она у нас министр а министр это в совете так понял так это где сидит надо смотреть кстати на бонусы значит что белом подписано это в совете сидят смотреть на бонусы советника счастья не надо так это это тоже не надо так советник это с тремя вот этими черточками значит так исследователь ведущий он и так уже у нас так археолог фонд указов для содержания указов кстати неплохо может ему рассказчиком стать и он не сможет раскопки вести она пока не будем тогда так либо 4 у нас нет приказов рост опыта лидера министр возвышения тут вообще никаких нету так колония 2 ищет видов деятельности скорость прироста поселения кстати может взять все посмотрим что еще там у нас есть так но с чертами советника нет никого так здесь стабильность плюс 4 так тут стабильность плюс 2 и вместимость хватили может взять супер корыто у него кстати вид такой странный давай возьмем вельтас где он там вот он о какой то вообще ему лискует пускай сидит рассказывать будут сказки фонд указов неплохой кстати так на скобки рубрикатор крысы клептоманы поваленные здания разбившиеся корабли куски сплавившегося мусора и сгоревшие безделушки указывают на то что бывшие обитатели планеты ильдун 3 покинули свои дома в разгар проигрышной битвы с более сильным врагом наличие тел с иными военными знаками различия наводят на мысль о возможной междоусобице между крысиными кланами с различных планет их попытками их попыткам эвакуации препятствовало нежелание бросить свои заветные безделушки и многие погибли пытаясь спасти самые обыденные предметы однако один артефакт называемый рубрикатором похоже занимал особое место в их обществе судя по всему они долго и упорно боролись чтобы спасти его но в конечном счете вынуждены были его оставить так меня интересует так давай добывающий и что-то еще где-нибудь построить будет облако потом хлопнем но вот здесь может 270 правда надо повыбирать еще так идти едут так ребучи 4 мне по моему отдыхать да почему он отдыхает он раскопки типа закончил и отдыхает так и потом сюда так а раз он отдыхает мы отправим его сюда изучать проект вот он и разлом кстати звездный проект изучать так теперь все заняты так чужие кофе наши попытки расшифровать сигналы чужих ков оправдали себя и мы наконец добились прорыва хоть мы и не овладали не овладели их языком совершенстве этого хватило чтобы открыть дипломатические каналы с цивилизации теперь известны нам как при кики ти ужас какие-то что ли 100 влияние разве данные ух ты поборники чистоты я офигею откуда они такие и какие-то прям это поборники чистоты ксенофобы ясно трепещите от страха мерзкие чужаки ибо грядет ваша погибель при кики ти очистит галактику от любых презренных чужеродных цивилизации оскорняющих ее своим присутствием реп сгинет в пламени вот так мрази ответить ответить им так этот мы спасать летим корабль еще нет приказа новой к станции строим тут интересно что надо поисследовать эти тут застраиваются уроды так звездных нитей дофига надо использовать что-то давай ретрансляторы возьмем ускорение возьмем так где у нас там гипер ретранслятор так те его ставить то о титаны изучились цитадель цитадель изучаем и бонус за стремление возьмем сейчас проект колосс теория сдерживания снова вошла в моду среди политологов на планете реп и проект колосс позиционируется как абсолютное средство достижения этой цели оружие которое превзойдет даже корабли класса титан хотя предполагаемые колоссы будут оснащены таким количеством боеприпасов что смогут полностью уничтожать планеты мы будем использовать их для менее жестокого но тем не менее ужасающие необратимого метода разрешения конфликтов если гипотетический враг не прекратить свою агрессию по отношению к нам или нашим союзникам мы должны просто его заставить достает особый проект колосс так это ладно пускай повисит так проект колосс 50 тысяч не отпускать цитадель исследуется пока да и мега проектирования надо дождаться так что голосование какое-то так что голосование какое-то так я не понимаю что они хотят но мы против так это сейчас спасать будет интересно крысы клептоманы это у нас с рубрикатором в крысином хаосе есть своя структура в похожем на административные здания расположенном ближе к центру города есть цифровой каталог всех предметов до единого с указанием их происхождения грубыми ошибочными интерпретациями их предполагаемого использования и некоторыми весьма бесполезными примечаниями о том где их можно найти рубрикатор описывается как создатель штуковин с магическими возможностями и располагается справа от сиреневой ленты императрицы подает тампонами для чистки морды на коробке с четырьмя ножками и забавной рожицей где бы это ни было пускай копают ищут так физика так шифровка коды стоимость строительства давай также науку поднимать азизи азиза азизиане мы клонировали здоровую популяцию гигантских моллюсков из днк окаменелого существа они достигли зрелости за несколько недель весят до 20 тонн и у них развился примитивный уровень разума позволяющий реагировать на простые односложные команды тенденций к агрессии у них пока не наблюдалось но когда они раздражены то выделяют плотную токсичную слизь а их цвет похоже меняется в зависимости от настроения научная команда назвала их азизианами за шипящие звуки с помощью которых они между собой общаются так из них выйдут превосходные работники они 20-200 какие работники место в зоопарке армия слизней ликвидировать а что даст эта затерянная долина пускай в зоопарке пока посидят наверно так исследуем так изучили систему это у нас кто и будь отдельный на мали нет только изучает дальше кстати просто быстренько базу тут надо строить потому что там куча всего можно добывать вон и пылинки все подряд азизиане на свободе блюхоногие азизиане содержавшиеся в зоопарке на планете колонии один сбежали оттуда и разбушевались существа которые как полагали достигли полной зрелости продолжали расти в неволе и с тех пор достигли чудовищных размеров они прошли через город упрокидывая здания как шахматные фигуры и оставляя за собой след из ярко-желтой токсичной слизи планеты уже никогда не будет прежней да ну нафиг счастье приспособленность а это где у нас колонии один ладно сейчас раскопки прочитаем крысы клептоманы команда археологов обнаружила источник мерзкого зловония и он их не обрадовал ближе к центру города найдены огромные кучи высохшие фекальные массы и лужи едкой желчи которые источают столько сероводорода что без кислородных масок не обойтись инопланетную днк в фекалиях археологам распознать не удалось но они нашли частично переваренные тела собирателей кто бы не сожрал этих инопланетян он заглатывал их целиком но особое беспокойство вызывает свежая куча я понял так мало артефакта надо поиспользовать физика омега синхронизация вот это изучить не знаю что это давай выучим так где там он на колонии один это у меня где колония 2 вот колония 1 святилище исполнителя как расчистку поставим дикой природной вернет они есть подожди а нет вот это вот а мы если уберем он исчезнет или нет ладно пускай будет пускай будет так а этот еще отдыхает он проекты изучил изучил так надо бы куда-то его отправить по изучать вот тут вот например чё за система космическая буря пускай чем-нибудь изучать отправится ну давай вот сюда кстати раскопки тут есть можно раскопки пойдет разлома микро вселенная это вселенная постоянно сжимается через какое-то время она схлопнется внутрь самой себя к сожалению точно рассчитать когда именно это случится невозможно бортовые системы нашей сферы ведут себя неестественно еще с момента прибытия а из компьютерного ядра исчезло несколько результатов обработки данных словно их кто-то стер на наших глазах растения в горшке вытянула корни из земли и превратилась в семечко течение времени здесь крайне нестабильно тревожная новость да действительно так что у нас там с проектом спасения такая то что перевод записи давай-ка исследуем крысы клептоманы мотель императрицы в самом центре города с видом на главную площадь расположен величественный якобы украшенный дворец с яркой неоновой вывеской рекламирующий мотель императрицы внутри находятся до краев заполненные сокровищами роскошные палаты оттуда императрица вместе с заверенными советниками управляла своими подданными так же именно здесь была последняя линия обороны собирателей где они защищали свою императрицу и ее драгоценный рубрикатор если повезет рубрикатор все еще находится на своем привычном месте возле сиреневой ленты императрицы копаем так смотрим так физика прыжковый двигатель тоже какой-то этот кризис есть бюро шпионажа давай поизучаем эту шифровку бюро шпионажа вот это все так сейчас изучится уже все это особый проект завершен кто бы мог подумать тексты найденные нами оказались частью учения телесы сказительницы на этот раз это сборник философских размышлений и анализа посвященного более серьезным вопросам ее учение обеспечило нам понимание как добиться успеха в политике при помощи различных душевных состояний и как сосредотачиваться на вопросах более крупного масштаба для проведения реформ жидкий металл тут летает после нескольких месяцев работы наши ученые сумели изменить щиты корабля ребут 6 таким образом что буря в мире абдурат 7 отпустила застрявший корабль связь была восстановлена удивительно но никто на борту не помнит о времени проведенном в плену бури управление полями получает 6 планете энергии добавил лично спасли корабль так но я так думаю вам надо заняться изучением так физика дальше научные станции производства увеличиваем такая чуть не понял они у меня чё куда-нибудь вообще едете нет так найденная аномалия и буч один отлично так терминалы репликаторов продвинутый штурмовик так ну давай терминалы выучим так тут чё физика шифровка беглые ученые собирается силами а это кто а которая с цивилизации убежала недавно мы получили тревожные новости с луны фланг 2а уже наша беглые ученые собирается силами она дала одному из феодальных королевств доступ к продвинутому оружию и теперь она пытается завоевать в всю луну во имя своего божества мы составили план по ее насильственной экстрадиции но для этого потребуется наземная операция трудно сказать какое воздействие это окажет на местное население ведь многие обашествляют ее так надо ли ее устранить но пускай переходит пускай она переходит в машинный век нам нам она не страшна разлом утечка времени молодеющие растения и потерянные данные лишь полбеды экипаж начал страдать от потери памяти кто-то не понимает что происходит кто-то забыл над чем работает а кто-то вообще не помнит что мы вошли в разлом снаружи сферы происходит по-настоящему яркие события траектория полета астероидов развернулась на 180 градусов планеты распадаются на пыль и газ а целые системы превращаются в сгустки летучих веществ очевидно что время здесь движется в обратную сторону и мы застряли где-то посередине когда она дойдет до условного нуля это вселенная размером будет не больше булавочной головки так синхронизировать системы только что это дает поле поляризовать корпус повторно давай вот это выберем сложное и посмотрим что будет так физика слишком часто у нас изучается темп исследований энергокредиты в этом последовании возьмем так мне интересно почему у меня ребята эти они что их день они желтыми стали на них нельзя нападать точно они стали желтыми поэтому мы туда не отправились так а что у нас тут есть красные цели какие-то на мародерской это понятно здесь у нас что воды оккупационная флотилия какая-то он давай сюда пока отправимся 7 добывающих 1 научная так какую-то систему изучили то у нас кто либо 4 темная материя сюда нет приказа встроим пропуст и будем добывать темную материю так рубиновое скопление но эти ребята нам не опасны так улучшились улучшились у нас все базы верфи так политика сооружения так верфи самое главное наше так бункер и пищу поставим гидропонный отсек так 4 верфи пока пусть будет к не буду особо здесь забивать что нибудь так где она у нас так сиру то а вот здесь так две версии так пока не будем тоже ничего строить построим тоже гидропонный кстати говоря улучшаем дальше до звездной крепости а это до цитадели улучшаем так колония 2 гидропонный ставим колония 1 тоже гидропонный ставим я думаю гидропонных хватит улучшение поставим так ракорон здесь поставим бункер и улучшение так здесь тоже бункер улучшение так и вот эта база еще без верфей получается что в ней можно воткнуть давай две версии добавим тогда бункер и улучшение его нормально застройка пошла так погоди к аномалию изучаем так это все подождет пока так рябус 4 сложную аномалию нашел кстати так ну давай где там мега мега проектирование чуть не видать здоровья титана титанов у нас пока нет добывающей станции производства кстати говоря о титанах может быть создать управление флотилиями так создадим новую добавить корабль титан а верфей нет а к верфей нет у нас почему потому что ее надо строить но сейчас улучшится до цитадель когда улучшится построим так же изгнанник сигналы исходят от маленькой исследовательской станции на поверхности причем у реп нет никаких записей о том что за станция там построена или хотя бы было ли на это разрешение в персонал станции входит один ребятский ученый довольно талантливый и старательный если судить по научным исследованиям проводимым на е реп уч один корабле наверно не знаю правда есть проблема с установлением личности мы не смогли ничего найти в официальных государственных документах а сам ученый отказывается назвать себя и лишь утверждает что является изгнанником ученые выражают заинтересованность в своем возвращении на родину коей является реп и выполнение работы результатами которые реп может воспользоваться напрямую при условии что ребуч один немедленно покинет у ребуч один и ни один ребятский корабль никогда и сюда не вернется не понял не нам изгнанник не нужен зачем он нам нужен и не знаю не может быть и речи так где аномалии вот здесь это хорошо холодно и пусто самый в самой исследовательской станции нет ничего необычного она представляет собой маленькое временное убежище возведенное для защиты от беспощадных стихий и позволяющие проводить исследования на поверхности планеты в течение ограниченного времени прежде чем износ станции сделает ее непригодной для жизни срок службы станции на ере путь один подходят концу но сильный холод пока еще не привел недолговечное строение в полную негодность дешевое оборудование которое предполагалось бросить здесь еще работает и используется вовсю а местные банки данных полны подробных но абсолютно обыденных отчетов о планете а также сведений о простых экспериментах проведенных в ее суровых условиях любопытно но обнажение минерального грунта которая послужила фундаментом станции похоже так и не было изучено более тщательно сканирование выполнена кораблем ребуч один указывает на то что данное геологическое образование гора большей частью скрытая подо льдом может быть частично пустотелым больше большее беспокойство вызывает другое ведущая ученая ведущего нас бессмертная доложила что единственный обитатель станции тот самый таинственный изгландник пропал без вести а поиски ни к чему не привели загадочно вау Наконец-то! Раскопки на этом месте полностью завершены. Сиреневая лента императрицы. Археологи уже собирались покинуть это место, когда наткнулись на большое скрытое помещение, заполненное артефактами, обгрызенными костями и значительным количеством свежей слизи. Там, под использованным тампоном для чистки королевской морды, на столике с четырьмя ножками и резной рожицей, которая действительно показалась забавной, и обнаружился создатель штуковин-рубрикатор. Как раз там, где ему и следовало быть крошечный, незначительный на вид куб, извергающий непрерывный поток артефактов. Рубрикатор представляет собой репликатор, гениальное инопланетное изобретение, которое может делать бесконечные копии практически любого артефакта. И скоро он будет нашим. Команда, находящаяся на поверхности планеты, отправляется в путь обратно на корабль, где они будут в безопасности. К счастью, мы никогда не узнаем, что напало на собирателей. Надо было артефакты израсходовать. Ну ладно. Давай израсходуем. Так, 500. Изучение артефактов привело к неожиданному прорыву. Отлично. Так, музейные выставки. Мирного, так, военного, давай применение. Это все ненадолго. Мораль, урон. Урон морали, урон щитам. Урон броне. Давай урон броне возьмем. Так, единство получаем. Когти. Так, этот убегает. Где он? Ух ты. Это левиафан какой-то. Когти из пустоты. Надеюсь, он успеет убежать. Прямо из пустоты появилось рычащее и шипящее исчадие ада. Одним взмахом своих гигантских когтей оно схватило челнок, перевозивший команду археологов и рубрикатор. Обратно на корабль рябуч археологов. Переломило его и вытащило оттуда рубрикатор. Похоже, мы наконец имеем неудовольствие встретиться с обидчицей крыс. Собирателей. Скорее всего, этого дракона привлекли их бесчисленные сокровища. И она устроила себе гнездо внутри королевского дворца, пожирая их тела. Наверное, она охотилась или наблюдала издалека за тем, как мы ведем раскопки в руинах, ожидая нужного момента, чтобы нанести удар. И похоже, она что-то рычит примерно в нашу сторону. Переведите, что рычит этот зверь. Маневр уклонения, конечно. Что она уничтожила, да, корабль? Это зараза, а? Так, ну он пропавший в бою, наверное. Здоровье вроде показывает есть. Так, ну надо срочно сюда ехать. Спейс порт лост. Вот так вот мы еще эту планету с реликтовым миром займем. Так, один буч из покрова, изучаем аномалию. Так, ну давай, где там мега-проектирование? Штурмовик. Давай, штурмовик, пускай учит. Так, физику возьмем. Вот ему, кстати, надо аномалию подизучить эту. А, нет приказов. Так, сюда она не пойдет. Давай. Давай сюда. Наблюдательные телескопы. Ученые не сразу смогли высадиться на станцию и включить телескопы. Однако, после некоторых ухищрений им это удалось. Команду постигло разочарование. В той части галактики, куда была направлена оптика, не происходило ничего примечательного. Однако, на самой станции обнаружилось несколько любопытных предметов. Это были подробные изображения, записанные из телескопов и заботливо помещенные в декоративные рамки. На каждом кадре была запечатлена космическая буря. Изображения каждой бури, прошедшей через эту систему, были распечатаны в нескольких экземплярах. Оператор телескопа делал снимки с разных углов, чередовал масштаб и даже наклонял аппарат, чтобы запечатлеть бурю как можно лучше. При более подробном изучении станции оказалось, что ничего интересного, кроме фотографий, на борту нет. Снимки мы поместим в архив, чтобы новые поколения могли полюбоваться на редкую космическую красоту. Ух ты! Так, этот пропал, этот что у нас, нет приказов, да, ну, изучаем сюда. Так, прочность счетов, энергокредиты возьмем. Либо четыре из покрова впервые сталкиваются с существом, подобным тому, что наблюдается в системе джулфт. Очень агрессивное и обладающее разрушительной силой. Оно охраняет малую планету, которая, согласно результатам сканирования, исключительно богата ресурсами. А где это? А, это что, он убежал оттуда? Понятно. Эфирный дракон охраняет планету с ресурсами. Надо туда тоже наведаться сейчас после вот этого. Вот это уничтожим сейчас. Если уничтожим вообще. Так, кто там что исследовал? Так, погоди-ка, аномалия. Так, физика, давай энергию дальше. Так, изучили здесь. Это кто? Найденешь. Аномалий нет. Пускай изучает. Дальше. Так, ух ты, а это что? Сюзерен предоставит подданному субсидии в размере 30% от его ежемесячного производства ресурса. Бастион. Мы слишком слабы, чтобы сопоставить на выжить в этой же враждебной галактике. Защитит ли нас Реп, если мы покоримся? Конечно. Продолжение следует... Поехали. Супер атака. Нифига. Так, что-то физика какая-то. А, инженерия. Приспособленность. Давай одну изучим. Так, шифровка. Давай поизучаем. Гибель дракона Шарт. Злобное старое чудовище по имени Шарт наконец-то и спустило дух. В гнездышке из мягкого пуха, под выгнутыми чешуйками у ее сердца, надежно укрыт мешочек, в котором находится самое ценное сокровище мертвого дракона, легендарный рубрикатор. Реликвия, способная воссоздать любой артефакт, с которым встречалась. Так, погоди-ка, отменяем здесь. Хотя, ладно, пускай строят. А, там их два. Да чтоб тебя, блядь, сучий глаз. Мне вот этот нужен. Так. Перпост строим заново. Так. Давай, что вы предлагаете там? Три поселения. Не, это не надо нам. Орден Дома. Ну, давай, показываю. Четыре тысячи. Тоже не интересует пока, фиг с ним. Так, а наши ребята могут отправиться. Система у нашу отправится пока. В ходе скрытной операции по сбору данных на Луне Фландов-2А одну из наших шлюпок перехватила эскадрилья истребителей местного государства. Двигатель шлюпки пострадал от попадания ракеты, и она рухнула в безлюдной местности. Мы должны действовать быстро, чтобы эвакуировать всех выживших, прежде чем досветовые местные доберутся до места катастрофы. Необходимо уничтожить все следы нашего присутствия. Проводя операции в системе Фландов, мы пренебрегали безопасностью и даже не старались скрываться. Несмотря на довольно скромный уровень технологического развития, даже такое государство, как Сиргокская цивилизация, не могло нас не заметить. Первый контакт теперь неизбежен. О, так это мулескоиды вообще. А, вот и вы. Мы так долго ждали, когда же вы решитесь на контакт, что не выдержали и сами сделали первый шаг. Что теперь? Машинный век. Пацифисты. Материалисты. Так, это у нас что? Ксенофилия. Мы пришли с мира, раз мы пацифисты. Первая встреча с инопланетянами. Известие о формальном контакте с разумием, хоть и не развитой цивилизацией, распространяется по реп, подобно лесному пожару. Все хотят побольше узнать об этих существах. В прессе полно рассказов и домыслов об их культуре и общественном устройстве. Реп ликуют и празднуют. Наконец-то подтвердилось наличие в галактике инопланетян, которые не освоили космические полеты, а возможно даже и не задумывались о них. Мы значительно опережаем их в технологическом развитии, ведь они еще даже не вышли в космос. Тем не менее, мы все равно можем многое узнать, изучая их. Дитя-бурь появляется Донесения, приходящие из сектора Линсар, вызывают недоумение. Судя по всему, во время прошедшей там космической бури, наши средства наблюдения зафиксировали корабль неизвестного происхождения. Это загадочное судно, не имеющее даже позывного, спокойно прошло через бурю, будто не обращая на нее внимания. Экипаж не отреагировал на попытки установить с ними связь. Как только буря утихла, корабль пропал без вести. Это происшествие можно было бы списать на сбой аппаратуры, если бы не наглядные доказательства. Что это? Чудеса непостижимых технологий или нечто более жуткое? Мы будем докладывать о дальнейшем, дальнейших наблюдениях за этим кораблем. Так, соглашение о быстреньях подтверждаем. Так, ученый и корабль нужен. Жидкий металл. А кто у нас тут есть? А, вот тут у нас археолог, кстати говоря, отдыхает. А починить его как-то можно. Че, он не восстанавливается? Так, может быть, просто новый корабль создать? Так. Гигапушка. Схемы добычного гигапушка. Так, станции производства. Давай-ка мы ему корабль новый создадим. Так. Убрать. Распустить. Так, сейчас рокировочку сделаем, значит. Так, этот у нас где? Так, вынос инту. Давай убрать. Добавим сюда археолога. Археолога. И археолога отправим сюда на раскопки. Так, а здесь научный корабль. Так, тут кораблик создаем. Так, тут цитадель скоро будет. Сюда сейчас толпы посадим. Вынос инту, по-моему. Так, ребуч новый. Этого садим. И отправляем его. Исследовать проект. Так, покров. Кстати говоря, насчет покрова. Хотел проверить такую штуку. Сохраним. Так, входим в покров. Покров. Сила щита. Сила оружия. Давай сила щита возьмем. Схлопнулся. Выбрасывает обратно. Ничего не получилось. Так, ну-ка загрузим. Попробуем то же самое нажать. А нет. Тут вообще другие варианты. Мы обнаружили небольшое пространство внутри покрова с концентрацией псионической энергии такой величины, какой мы никогда не видели раньше. Любой экстрасенс, которому удастся подключиться к нему, к этому карману сырой энергии, приобретает невероятную силу. Но ее достаточно только для одного, и это связано с определенным риском. Во всем государстве Репли, лишь несколько претендентов обладают достаточной псионической силой, чтобы проникнуть в эту энергетическую область и иметь шансы выжить. На ком остановим выбор? О, на короля используем. Мы это сделали. Кажется, что весь покров содрогается по мере того, как Войт получает силу, перетекающую из кармана псионической энергии. В истории галактики считанные единицы были одарены псионической силой такой величины. Насмелуются духи над нашими душами. И чё? О! Удаляет все отрицательные черты лидера. Так, ну это хорошо. Удаляет признак экстрасенс. Войт получает черту избранный. Со следующими эффектами. Этот лидер продолжительной жизни бессмертен. Это замечательно. Эффектник государства. Привлекательность руководящих принципов. Плюс 20%. Ежемесячное влияние. Плюс один. Так, как это выглядит-то у нас. Статистик. Картограф. Статистик. Новые миры. Гениальность. Понимание логистики. Правитель империи. Избранный. О, супер. У нас вот это же еще избранное. Точнее, не избранное, а бессмертное. А где у нее это бессмертие? Где-то же у нее и есть это. Вот. Там почему-то не отображается. Плюс 40 лет. Раскопки. Интуиция. Выносливость. Увертливость. Иммунитет ко времени. Судьбоносная черта. Розговой слизень. Экстрасенс. Частицы. Вообще, короче, офигенный лидер. Ну, прям отлично. А вот так я согласен еще. Розговой слизень. Продолжение следует.